Перфекционизм, оформление издания и первая в мире многоцветная печать. На календаре историческая дата. 457 лет назад вышла в свет первая русская печатная книга «Апостол». Иван Федоров и Петр Мстиславец по сути обошли своих иностранных учителей и задали очень высокий стандарт для отрасли. Путешествие в 16 век совершил мой коллега Константин Клещин. Возможно и к этому экземпляру прикасались московские первопечатники Иван Федоров и Петр Мстиславец. В выходных данных издания год 1564. Официальное начало книгопечатания на Руси. О том тираже «Апостола» спорят до сих пор. Куда точнее известно, сколько книг сохранилось до наших дней. 88 штук. Последняя сделка с первопечатным «Апостолом» была 7 лет назад в Лондоне. За книгу выложили 122 тысячи фунтов стерлингов. Помимо того, что мы обладаем двумя экземплярами «Апостола» 1564 года, у нас также есть, по-моему, всего пять изданий Ивана Федорова. И его Библия Острожская, которую он выпускал перед своей смертью. А также несколько изданий, которые нигде более не отмечены. Книгопечатание на Руси стартует на сто лет позже, чем в Европе. Но речь об отсталости неуместна. На Руси больше доверяли живым рукам переписчика книг. Так было до Петра Первого. Элита хотела иметь книги рукописные. Но была и другая важная причина. К продукции первых печатников предъявляли очень высокие требования. Ведь в Москве времен Ивана Грозного работала типография. Но царь и высшее духовенство остались к тому предприятию равнодушны. Зато благословили труды Ивана Федорова и Петра Мстиславца. «Апостол» 1564 года очень хорошо показывает, насколько тщательно Иван Федоров и Петр Мстиславец готовились к изданию этой книги. Какую большую работу они проводили. Какие новые изобретения они сделали. Как эта книга, которую мы не просто формально называем первой печатной, а как эта книга стала образцом для всего последующего книгопечати до Петра Первого. Эта книга – образец элегантности. Выверенные шрифты. Именно такими они будут еще пару веков. Поражает и ровность строк, чем иностранные издания не отличались. А кроме того, на Руси открывают эру многоцветной печати. Ведь ранее красные вставки киновари делали вручную. Иван Федоров сделал уникальную вещь. Он сначала по листу прокатывал набор с красными чернилами, с киноварными, сделанными самостоятельно. А потом сверху прокатывал еще черный текст. В итоге здесь можно увидеть небольшое наложение в рисунке. Но это двухцветная печать для 16 века. Это гигантский скачок вперед. Иными словами, выходя на рынок своего времени, Иван Федоров и его товарищ заявили о себе не меньше, чем когда-то Иоганн Гутенберг – первый печатник планеты. А книга «Апостол» выбрана к печати не случайно. Это церковно-служебное издание. Новый завет без четырех книг Евангелия и последней книги Откровений. Учитывая потребность эпохи, сотни приходов почти одномоментно получили важный сборник. И даже при многократной накрутке на издание купить такую книгу тогда было дешевле, чем переписывать. К слову, типография являлась крайне выгодным делом, почти как добыча нефти сейчас. Поэтому типографии были государевы. Константин Клещин, Андрей Руднев, Новости ОТС.